друзья всем привет вы на канале рецепты в гостях у вани и сегодня готовим самый новогодний салат это салат оливье сегодня приготовим классическим но с небольшими изменениями но так еще вкуснее для сегодняшнего вкусного салата я буду использовать филе индейки я расскажу как я его приготовил также морковь картофель корнишоны свежий огурец горошек яйца а также майонез филе индейки я выбрал потому что хочу чтобы дети насладились салатом а колбасу добавлять не хочу ну можно и заменить докторской колбасой чтобы приготовить прям очень классический салат а филе индейки я готовлю в духовке на температуре 180 градусов примерно 50 минут у меня есть на канале как приготовить филе курицы этот рецепт очень похож вначале обжариваю а потом отправляем в духовке ссылку оставлю в конце про картофель картофель отмариваю в мундире бросаю в холодную воду довожу до кипения и варю примерно 10-15 минут от момента закипания очень важно выбрать картофель одинаково размера для того чтобы он приготовился равномерно а морковь я уже очищаю и отвариваю я люблю использовать в салате свежий и соленый огурец у меня сегодня карнишоны потому что они очень хрустящим свежий огурец я разрезаю так вот пополам еще раз эту часть и вырезает сердцевину потому что я не хочу чтобы салат получился у меня слишком водянистым эту часть мы не используем я очень рекомендую вам попробовать приготовить оливье со свежим огурцом если вы еще не готовите а если вы готовите по-другому напишите в комментариях как вы любите приготовить салат оливье очень важно нарезать небольшими кубиками но тоже слишком мельчить не нужно вот сейчас я вам покажу примерно размер 5 миллиметров так вот подготовил огурец и теперь нарезаем такой кубик будет отличный и вся нарезка для салата у нас будет похожая примерно такой вот размер в этом салате самое главное это пропорции а также отварить овощи для того чтобы картофель не разварился с морковью и подготовить правильно мясо сегодня вам про все это вам буду рассказывать а граммовки они все будут точном описании под видео потому что мне кажется мясо должно быть больше всего у меня здесь пол килограмма картофеля чуть меньше 400 грамм дальше идет морковь 200 грамм горошек 300 грамм 6 яиц и огурцов примерно 300 грамм и майонеза по вкусу огурцы корнишоны нарезаем небольшими кубики можно использовать и соленые огурцы так еще вкуснее у меня сегодня нашлись корнишоны я их не очищаю если огурца слишком толстая кожура можно и очистить чтобы он получился нежным вот такой размер нарезки огурца будет просто отличный морковь я отварил в воде также можно запечь в духовке я сегодня решил приготовить классический вариант просто отварил в воде и нарезаем небольшими кубиками сейчас вот вам покажу разрезаю и напополам отрезая эту часть немного чтобы удобно стоял на столе и теперь такими нарезаем брусочками а и брусочки потом разрезаем какой-то напополам этот крупный разрежу на три части потом уже вот эти вот брусочки полосочки нарезаем кубиком такой размер будет отличный главное в оливье нарезка она должна быть красивая я уверен у каждого есть свой вариант приготовления оливье а сегодня хочу показать свой но вы обязательно напишите как вы готовите потому что мне очень интересно этих пропорций продуктов хватит чтобы заполнить вот такую салатницу объем у нее 2 литра я сегодня заполнил водой и проверил салата у нас получится с горкой и уже смотрите какие вам нужны количество ориентируйтесь по этим пропорциям филе индейки очень хорошо подходит для оливье вместо колбасы у меня ребенок просто обожает ссылку как приготовить такое филе я оставлю в конце видео для того чтобы оно получилось очень сочно и ароматно хорошо заменяет колбасу филе индейки нарезаем небольшими кубиками посмотреть как хорошо держит форму и мясо получается очень ароматным приготовленным по этому методу очень рекомендую вам попробовать вместо колбасы вот так нарезаем филе индейки я всегда использую очень много разнообразных специй таких как тимьян розмарин соль гранулированный чеснок свежий и вот приготовлено филе по этому методу она настолько ароматно что дополнительных специй добавлять в оливье уже не понадобится может быть чуть-чуть соли но мы используем огурцы соленые корнишоны и соль скорее всего не понадобится проверяем и уже посмотрим а сейчас нарезаю филе индейки очень люблю мясо индейки она очень вкусная и похоже чем-то на говядину а яйцо нарезает также небольшими кубиками разрезаем напополам есть специально кстати приспособление для того чтобы яйца нарезать очень красивым кубиком я же люблю просто использовать нож разрезают на такие вот полосочки конечно сейчас белок у меня будет держаться желток начнет распадаться ничего страшного главное чтобы белок был такой вот красивый сейчас все это проделаю с каждым яйцом хочу показать вам что у меня нет вокруг желтка горбой окоем очки вот посмотрите яйцо полностью сварено но сварено красиво для того чтобы яйцо не переваривать я подготовил видео она также будет ссылка в конце потому что часто яйца переваривают получается голубая каем очка не очень презентабельно ну вот покажу как правильно варить яйца как в ресторане вот все ингредиенты подготовлены картофель нарезали морковь яйцо огурцы индейка а также горошек удобнее всего смешать глубокой большой посудине но я сегодня буду использовать кастрюлю и добавляю все ингредиенты нарезанное яйцо горошек филе индейки запеченная в духовке также огурцы свежий и корнишоны соленые и картофель с морковью и хорошо буду заправлять все майонезом добавляем майонез по вкусу примерно 200 грамм 200 250 потому что салат должен получиться сочный но конечно же не суп и хорошо перемешиваем вот такая красотища у меня сегодня получилось этих пропорций продуктов хватило чтобы заполнить салатницу 2 литра и сейчас добавляю немного соли просто так сверху мы называем это финишная соль чтобы немного почувствовать при первом укусе и теперь украшаю зеленью у меня сегодня будет укроп я вот так просто выкладываю веточки свежий ароматный это мы делаем при самой подачи перед тем как подать на новогодний стол либо праздничный стол очень вкусный салат получился такие пропорции я не буду говорить это идеальные пропорции но эти пропорции очень хорошо работать я рекомендую вам приготовить полное описание будет внизу под видео все зелени достаточно нужно пробовать друзьям всех поздравляю с новогодними праздниками и всем желаю здоровья большое спасибо за поддержку выставляете так много комментариев я стараюсь всегда вовремя ответить всегда пишите что вы хотите чтобы я приготовил а я буду слушать и стараться выполнять все ваши пожелания а салат сегодня у нас получился очень сочный ароматный филе индейки хорошо чувствуется очень рекомендую вам заменить говядину либо вареную колбасу на индейки это просто великолепно в общем друзья буду сейчас наслаждаться потому что очень вкусно всех поздравляю с праздниками оставайтесь со мной до скорых встреч пока